Всем привет, мои зелёненькие братишки и сестрёнки! В прошлой серии игра испытывала наше молодое поселение. Сначала док умудрилась простыть в плюс 65 градусов. Потом температура вокруг поднялась до уровня, с которого начинается запекание продуктов в духовке. А потом на запах немытых подмышек колонистов прибежала стая гиен. Но мы гордо пережили все эти невзгоды. Наверное, кроме подмышек. И направляемся в сторону светлого будущего. Или не светлого. В общем, не суть. Наливай чайку, бери печеньки и поехали! Я хотел немножечко побольше между сериями отснять. Ну, точнее, не отснять, а сделать. Но не получилось. К нам пришли мигранты. Видимо, я не знаю из Сирии откуда. Ну, короче, сурикаты. Да. Толпа сурикатов. И посмотрим, сможем ли мы сейчас с ними справиться. Они могут свалить сейчас, допустим, вот сюда. Это будет очень обидно. Потому что это реально офигенные кровати. С лапками. И с хвостами. Ну, с маленькими хвостами. Не, не с маленькими. Нормальные такие сурикатики. Но боюсь, что да. Они сейчас вот сюда свалят, скорее всего. Пожалуйста, идите вниз. Ребята, вниз идите. Не ве... А, подожди. Они, походу, у тебя идут вниз. Так, стоп, Зорька. Так, одного прикончили. Может, хоть на одну кровать, может быть, успеем с вами раздобыть материалов. Давай, 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 давай. Так, трое. Трое у нас лежат. Блин, а Чиф тормоз. Чиф, ты реально тормоз. Блин, да ты тоже тормоз. Так, стрелять. Пожалуйста, пожалуйста, побольше. Да не надо его спасать. Его надо срочно застрелить. Так, ну, по ходу дела, на одну кровать мы с вами в любом случае нашли материалы. Так, они решили разбежаться в разные стороны. Гады. Так, а ты сможешь догнать или не сможешь? Так, ты что, отомстить решил? Алло. Отлично. Даже, может быть, на две кровати раздобудем материалы. Но часть сурикатов все-таки ушла. Подожди, они разворачиваются? Что? Да ладно. Не, ну я не против. Да, они все-таки должны уйти, видимо, туда налево. Так, подожди, почему ты не можешь стрелять? Алло. Вот из-за этого тела, которое здесь лежит, что ли? Или внезапно ты стала пацифисткой, тебе жалко стало сусликов? Я вообще не понимаю, что происходит. Вот, теперь может стрелять. Сурикат мстит? What the... What the fuck? Они вроде бы раньше никогда не были настолько агрессивными. По-моему, по-моему, нам жопа. Давай, 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 сейчас попробуем сразу на месте. Блин, ее сейчас сожрут нафиг. Стрелять. Ммм, стрелять. Блин, кровати нам могут дорого обойтись. Так, подожди, они все сагрились или нет? Нет, сагриваясь только часть, короче, сурикатов, и мы с ними все-таки смогли разобраться, хотя оба у нас повреждены. Так, Чифчик, насколько тебя там сильно покусали? Нет, не сильно. Левое ухо оторвали, нифига себе. Давай тогда ты прямо на месте себя вылечишь, а Чифецкий давай займешься перетаскиванием этих тушек. Ох, ребята, пропадет, все, все добро пропадет. Главное, чтобы заражения не было, потому что покоцали ее знатно, хоть и мелко, но знатно. Так, 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 давай переносить. Так, Чиф, а ты себя можешь вылечить, кстати? Не можешь, да? Угу. Печаль, беда, разочарование. Ладно, давайте мы сейчас вот так вот сделаем. Сейчас у нас док придет сюда, вылечит Чифа, и он у нас пойдет тоже таскать сусликов на базу. Так, оказать помощь давай. Нормальный подгончик, ребята. Ой. Да мать же твою за ногу, а? Ааа, налет. Ух ты, ешкин ты, кот. В смысле гранатометы? У нас что, так много очков колонии? По-моему, реально это прохождение будет самым коротким в истории. Мы, конечно, можем довольно далеко стрелять, это плюс, но... Эм, против гранатомета я боюсь, что мы ни черташеньки сделать не сможем. Так, Гринька, иди пока сюда подходи, мало ли, может быть, понадобишься нам. И они, похоже, сверху пойдут. Они, похоже, решили пойти сверху, поэтому давайте мы переходим вот в эти двери, попробуем сейчас их коцнуть как-нибудь. Главное убрать гранатометчика, и, возможно, мы тогда... Подожди, тут что тут по вещам-то? Блин, экспансивки тут не покатят. Тут надо перезаряжаться хотя бы на оболочечные, я думаю. С дробошами у нас было бы, наверное, может быть, даже больше шансов. Прицельный выстрел обоим. О, одного убрали. Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Прячемся. Вот ты гнида, а. Что, выходите? Во, выходит. Так, давай, не прицельный выстрел. Опа, нормально. Давайте, давайте, подходите сюда, родные. В смысле, куда вы там собрались? Алло. Так, ладно, Чефецкий, давай сюда подтягивайся. Сейчас попробуем снять этого козапаса. Ты с чем? Ты с РПГшкой. Это... Куда ты там стреляешь? Алло. Ни хрена себе. Вот ты гнида. Так, ты, наверное, сейчас целиться, да, будешь? Нет, не целишься? Приболел, что ли? Ребят, мы отбились. Мы отбились. Правда, нам тут немножечко склады распорасили. Но, в принципе, как бы, все хорошо. И я думаю, что мы сейчас сможем еще и упаковаться неплохо. Ну, гранатометы, само собой. Дальше что? Нам надо обязательно здесь так тушить огонь. Это окей. Есть ли тут у нас какое-нибудь... Ммм... Горючее вещество? Вот, да... Блин. Нет, ее сейчас нереально убирать. Надо вот эти вот сначала убрать части. И давайте посмотрим, что у нас здесь по вещам. Комбез морской пехоты 48%. Но нам обязательно надо оставить мантии пустынные. Однако... Раздеть этого козла все равно можно. Так, туши огонь давай. Давайте посмотрим, что нам тут принесли полезного. Пулемет. Правда, он сильно коцаный. Давай раздеваем этих гадов. И, значит, надеть кевларовый шлем медика и надеть сапоги. Вот это нам точно пригодится. А тебе надеть кухонные варежки. И давай вот этого тоже разденем. У него как минимум должны быть сапожки. Сапожки, конечно, говно. Но почему бы не надеть? Погоди. Морской пехоты. Комбез. Вместо чего будет? Комбинезон криптосна. Так... Значит, что у нас тут по защите? Изоляция плюс 4,7 градуса. Плюс 2 градуса. Но зато защита. 25, 20... 29, 25. Подожди. А здесь что у нас, кстати? Во! 0,45, 23. 2,2. Так, отлично. Значит, все это дело надо будет сволочь на склад. Вот как минимум перенести вот это и перенести вот это. А вы вдвоем отправляетесь за сусликами. Блин, они уже все тут отвалились. Давайте, тащите сусликов. Хоть сколько-то мы успеем, я думаю, принести. А! Еще один момент. Что за парни? Нам нужны хорошие ремесленники, либо хорошие бойцы. Хладокровность. Слушай, вот этот вот чел на самом деле классный, но он умрет сейчас. Увы, ах. Ну, тогда Грини тоже отправляем таскать сусликов. Блин, инфекция, заражение у док. Указательный палец. Надо будет ее сейчас подлечить. Ну, в крайнем случае, можно, я думаю, оттяпать этот палец. Нафига он ей нужен? Не так важно. Главное суслики. Главное, чтобы... Чтобы у нас было много сусликов. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Именно так я подумал. После того, как я энное количество раз сходил за сусликами, мягко говоря, задолбался. И я решил сделать что? Я решил тупо здесь поставить еще одно место для разделки. И отправить сюда, собственно, чифа. Грини у нас, кстати, тащит за каким-то фигом суслика. Ну, ладно. Док у нас, к сожалению, не может использоваться сейчас как какой-то переносчик. Потому что лежит и болеет. Увы и ах. Поэтому чиф идет на место и разбирает всех этих сусликов на кожу и мясо. И кожу и мясо мы потом сюда, соответственно, и приволочем. Также, что бы я хотел сделать? Тут у нас довольно-таки высокая температура. Я боюсь, что она может еще подняться. Поэтому давайте-ка мы здесь сделаем двойные стены. Может быть, это нам хоть чуть-чуть немножечко поможет. Потому что два кулера здесь явно не справляются совершенно. И еще что? Давай разберем вот эту кроватку. И сюда попробуем поставить вот эту вот кроватку из мягкой кожи. У нас вроде бы под нее все есть. Да, здесь валяется 75 мягкой кожи. Поэтому, да, должно хватить. Пожалуйста, сделай ее нормальной. Плохо. Замечательно. Просто-просто, блин, потрясающе. Ладно, это будет у нас кровать Гринни. И Гринявый сейчас немножечко быстренько отдох. В смысле куда? Балбес! Я знал, что я что-то забыл. Я вот здесь вот забыл уронить на пол. И теперь он в результате бегает и таскает каждую единичку. Что совершенно не весело. Блин, 71 градус. Что у тебя там по здоровью? Тепловой удар начальный. Сколько там получается? 14 процентов. Ну, будем надеяться, что он успеет все это сделать до того, как упадет в обморок. Вот, на такой кровати отдых идет намного быстрее. Даже учитывая то, что она у нас фиговая, получается 135 процентов один фиг. Выработан иммунитет. Да, вот ешь давай солонинку быстренько. И вперед, наверное, за мясом подобрать и перенести обычное мясо. Как раз чиф тут, наверное, закончит. Я надеюсь, сколько тут осталось тушек. Здесь одна и здесь три, по-моему. Будет еще одна кроватка у нас. Готово. Так, хорош тут курить. Грини морально расслабляется. Нет, настроение, конечно, в таких условиях тоже очень важно. Внутри 39 градусов, кстати. Не так уж и плохо. Ой, господи, еще и молнии. Кошмар-то какой. Работаем. Посмотрим, как это поможет нам. Подожди, куда ты пошел? Чистить? А, ну да. Чистка это важно. Без чистки никуда. И чиф у нас тоже справился со своим делом. Поэтому давай-ка ты забираешь вот это все дело отсюда. Значит, здесь мы ставим паузу. Я не думаю, что это нам сейчас пригодится. Просто не хотелось бы, чтобы Грини сейчас побежал что-нибудь здесь разбирать. Будет не весело. Так, сюда мы селим, значит, чифа. А сюда мы селим док. Все, вот так вот будем отдыхать. Ну, кстати, можно сейчас будет сделать еще одну кровать. Единственное, что у нас все совсем печально с компонентами. Надо бы их где-то добыть. Так, и чиф пошел спать. Но у нас сейчас мясо тут все испортится. Менее суток. Менее суток. Нет, слушай, братюня, это, конечно, все клево. Но давай хотя бы сусликов переработаем, чтобы хотя бы мягкую кожу не потерять. Хотя он сейчас психанет и пошлет всех вообще лесом куда-нибудь. Ну, давай последнюю тушку и спать. 38 градусов, снаружи 65. Просто, блин, мать его, ужас. Так, гринки ученого убираем. Давайте-ка здесь мы тоже кое-что посмотрим. В частности, меня интересует хладокаменное охлаждение. Я думаю, что это позволит нам решить массу проблем. Двойные стены я, честно говоря, не планировал здесь делать совершенно. Даже размеры, видите, у нас тут не очень удачные получаются. Но вариантов нету. Надо все это помещение максимально изолировать. Ну, может быть, двойные стены нам еще в обороне где-нибудь пригодятся. Хотя, сомнительно. Работать. Док, а ты давай дуй за мясом. Подобрать и перенести воодушевление ходьба у Чифа. Лучше бы у тебя воодушевление на то самое, на готовку было. Было бы намного лучше. Дожди, какой ты сырую пищу съел? Ты чё? Какой бунт? Вы о чём? Ну ты балбесина. Так, ну-ка готовить. Сейчас хотя бы поешь нормальный, потом можешь бунтовать. Итак, нам кто тут хочет? 62-летний товарищ, строитель патологический лгун. Да иди-ка ты нафиг. И раз ты патологический лгун, ты нам наверняка соврал по поводу того, что умеешь строить там или ещё что-то делать. И что у нас здесь? Изношена одежда, тёмное окружение. Блин, всё фигово. Очень жарко. 65 градусов здесь у нас. Так, братюня, свободен? Иди отдыхай. А мы давайте сделаем ещё одну кроватку, только куда бы её нам впиндюрить. Строение мебель. Ещё одна кроватка из мягкой кожи. И вот сейчас нам надо посмотреть, что мы где можем разобрать. Я не знаю, куда у нас деваются компоненты, но они куда-то определённо деваются. Потому что их опять тупо нету. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ладно, давай вот так вот сделаем. Гринька. Разобрать. Разобрать и разобрать. Нам надо сделать нормальную кровать, адекватную. Чтобы наш тот же самый Чиф мог быстро отдыхать. Не так, как сейчас это происходит. Так, 49 градусов внутри. Но это вообще прохладненько на самом деле. Нормально. Так, здесь у нас 50, здесь 46. Короче, да. У нас есть 33 компонента. Давайте док мы сейчас отправим перенести эти самые компоненты на базу. Чтобы мы сделали нормальную кровать. А ты иди готовь. Кстати, у него самое нормальное настроение. Это при том, что у него тут куча минусов. Это что же с настроением у остальных-то? Вдохновляющая мечта у Грини. Был вдохновлён сон. Умение умственный труд. Был добавлен 200 очков опыта. Блин, ну из тебя... Ой, учёный из тебя не какущий. Мягко говоря. Давай вот это мы сейчас подобрать и перенести. Это надо всё убрать. Куда ты это, кстати, потащил? Подожди, а здесь у нас что тогда? А почему не сюда ты понёс? Чё-то я не понял. Ну, рационы здесь стоят с максимальным приоритетом. А потащил он неизвестно куда. А, вот. Теперь известно вроде. Да. Жареное мясо здесь. И пойдём-ка мы принесём немножечко соли. Блин, я хотел в этой серии очень много всего сделать, но у меня такое ощущение, что хрен там получится. Окей. Давайте тогда сделаем сейчас солонинки. Потому что это мясо долго не проживёт, как мне кажется. А компонентов у нас всего десятка. Подожди, ты принесла сюда 10 компонентов? Алё, там их 33 было. О, превосходная кроватка. Значит, давайте, значит, сюда у нас ложится Грини. Сюда у нас ложится Чиф. Ну, а Док пока остаётся на своей кровати. Мало ли мы кого-нибудь захватим в ближайшее время. Хотя я, честно говоря, в этом искренне сомневаюсь. Ты куда пошёл-то, родной? А, ну да, я хотел переставить вот эту шляпу. Кстати, давайте-ка мы тут выкопаем парочку блоков хладокамня, пока уж сюда Грини бежит у нас. Так, подожди, Грини, давай ты сейчас, значит, выкопаешь здесь вот эти блоки. И теперь действительно можно вот эту лампу, наверное, сюда перетараканить. Ну, будем надеяться, что сейчас ничего страшного не произойдёт. И мы спокойно будем развиваться дальше. Ой, какая лыба, а. Ей, видимо, очень сильно нравится то, чем она занимается. Хотя по ней, в принципе, не скажешь по настроению. И потому, насколько медленно она, блин, всё это делает. Капец. Так, значит, с этим мы тоже разобрались. Давайте мы... А, чё, нельзя, что ли, двери из стали сделать? Только из досок? Алё, ем-то неправильно. Ладно, пойдём похороним тогда вот эти тела. Раз, два. И, блин, чё, нам некуда переносить одежду, что ли? Алё, нехорошо. Ну, давайте мы немножечко расширим это пространство. И таки перенесём вот эту одежду сюда. Она нам может понадобиться. Да, вы реально издеваетесь. На улице 66 градусов. Тут пиписька, блин, обуглиться нафиг. А они решили шуры-муры мутить. И секосом заниматься. А самое главное, я только что, в общем-то, сделал кровать для чифа. Отдельную. И чё мне теперь делать? Чё у нас вообще по, значит, мягкая кожа? По-моему, ещё вот здесь вот у меня чуть-чуть её было. Ну да. Значит, док, давай тогда за шкурой, за этой, подобрать и перенести. Извини, что я, любовничка, твоего отрываю. А мы, я не знаю, чё будем делать. Ну, давайте, допустим, в принципе, сделаем то, что я давно хотел сделать. Это печечка вот эта у нас здесь встанет. Пам-парам-пам-пам. Вот так вот она у нас войдёт. Вот это дело мы разберём. Сюда маленький складик с угольком. Ну и ждём. До первой звезды, блин, нельзя. Давай иди доски делай вообще. А то если у нас сейчас, не дай бог, вот эти кулеры накроются, тут 17 часов и 23 часа осталось, то мы в жопе. А мы и так в жопе, дерева-то мало. Гринька, проснись, пой и иди работай. Начни вот с этого, пожалуйста. Разобрать вот это всё безобразие. Через шифт давайте ему сразу три задачи поставим. И сделаем здесь ещё склады. Вот так вот три склада. Здесь у нас будет, естественно, тил-склад наш, на который просто сбрасывать будут всякое говно. Значит, сюда мы с вами ставим металлы, а сюда мы с вами ставим руды. Вот так. Ну и обычный приоритет здесь везде, естественно. Кстати, подожди, вот здесь вот давай повышенный приоритет, на всякий случай, под уголёк. Обычное мясо с гнивой на складе. Блин, я же не то делаю! Иди давай, занимайся, может быть там ещё что-то осталось. Солонину надо делать, а я его послал доски делать. Не, ну доски вообще, конечно, тоже нужная вещь. По крайней мере, один кулер мы с вами сможем сделать. И надо будет быстренько провести исследование. Так, мясо здесь тоже всё испортилось, к сожалению. Док у нас тащит... Что она тащит у нас? Только ткани, да? И что у нас по тканям теперь? Мягкая кожа 66. Вопрос на засыпку. Если я разберу кровать, сколько из неё выпадет? Мне кажется, что выпадет мало. Не хватит нам полюбасу на двухспальную кровать. Поэтому я даже пытаться не буду. Вместо этого я лучше сделаю просто одинарную кроваточку. Из мягкой кожи. Давай её поставим вот сюда. И Грини сейчас, после того, как закончит вот эту вот кузнечную печь, собственно, займётся кроватью. Также нам надо сделать... Будет ещё один небольшой станочек вот сюда. На котором мы с вами... Ну, на котором мы будем делать разный инвентарь, да? То есть ту же самую кирку, шляпу там, чё, не знаю. Что ему ещё надо там для полного счастья? Так. А, док, давай-ка ты быстренько поднеси соль. Бегом. А то он сейчас изжарит всё мясо. Так-так, новая пара. Ну, это понятно. Вдохновляющую мечту можно закрыть. А животные у нас не появляются, потому что жара. Это значит, что мы кони просто тупо вдвинем кони и всё. Нормальная кроватка получилась. Давай посмотрим, что это у нас такое. Получается 142 отдыха. Значит, давай мы на неё поставим чифа. А сюда мы поставим док. Ну, и будете там перешёптываться с кроватки на кроватку. И нормально. А эту кровать мы делаем медицинской. И гринявой. Лучше вот здесь вот, на самом деле. Лучше здесь делай. Так, гости к нам прибыли. Гарантировать безопасность? Да хрен его знает. Нет, не буду я гарантировать безопасность. Они же тут точно кони двинут, потому что температура-то на улице 66 градусов. Кстати, по здоровью, что у нас тут? У наших ребят? Диктатор? Шрам от укуса и уха нету. Блин, чиф, как она тебе понравилась? Любовь зла, как говорится, да? Подобрать и перенести. Давай солонинку мы сейчас на склад перетащим. Подожди, а ты ее перетащил вообще на склад или куда? Куда ты пошел вообще? Ты... А, ну понятно. Он разносит все по складам. Ну, хорошо, что не базу разносит. И зачем ты таскаешь с собой жареное мясо? Поганец. А, подожди, у нас нет снаряжения, да? Поэтому он и таскает с собой все подряд. Ладно, будешь таскать с собой копье пока. Хотя было бы неплохо кирку, на самом деле, потаскать. Вот здесь вот нам пока не надо это дело. Перенеси вот этот обломочек заодно, кулюш, ты дотуда доперся. И давай займись вот здесь вот, выкапыванием этого пространства. Дальше нам понадобится что? Нам понадобится уголь. Залежи угля. А уголь у нас здесь рядышком под боком есть. Вот он. Докопаешь здесь, пойдешь потом за углем. Док бы закончил хладокаменное охлаждение, это решил бы массу проблем. Потому что на кулерах мы долго с вами не протянем. Это практически тут к бабке не ходи, почти с гарантией. Так, что там у нас? Тепловой удар начальный. Ну, великолепно вообще. Ну, о чем я, в принципе, и говорил. Так, Чефецкий у нас отдыхает. Так, подожди, а мясо там осталось у нас? Мясо у нас не осталось. То есть у нас есть какой-то 220 кусков, точнее, 202 куска мяса. И, блин, подобрать и перенести. Давай вот это вот дело перенести. И вот это тоже перенести. Надо, чтобы это все сложили сюда. Это все-таки плюс какое-то время там будет у нас на то, чтобы это мясо не испортилось. Так, а ты куда ходил-то? Уже никуда, да? То есть ты пытался дойти до хладокамня, как я понимаю, и забил на болт на полдороге. Роднуля, пожалуйста, быстрее изучай. Сейчас ты станешь восьмого уровня. Слабый профессионал пока. И сейчас станешь, наверное, нейтральным профессионалом, да? Или средним профессионалом. Хрен тебя знает. Во, просто профессионалом стало. Да ладно. Половина у нас исследования готова. А, так у нас еще есть мясо, да? Подожди, откуда ты его-то? Отставить! Балбес! Не надо солонину сейчас переводить в обычное мясо. Это очень плохая идея. Оно же испортится. Лучше вот действительно камень обработай. Или еще что-нибудь такое. Кстати, вот, давай вот это вот тоже разберем. Тотем по дороге. Надо будет его на базу. На базу. Так, давай на быструю переноску. Потом, может быть, док этим займется. Воодушевление. Вдохновение в медицину. Ну, слава богу, медицина нам не сильно нужна, поэтому, в принципе, положить на это вдохновение. И все, с этим мы тоже разобрались. Так, подобрать и перенести хладокамень. Так, теперь нам осталось только дождаться, пока у нас здесь док все это дело выучит. Ну, и давайте вот здесь вот сейчас мы копанем с вами уголек и сможем плавить металлы. Так, есть у нас уголь. И у нас кулеры накрылись, да? Все, пошли, значит, сделаем новые кулеры. Может, печку еще поставить, чтобы вообще хорошо было. Сейчас гринявый докопать здесь уголь. Нет, гринявый, ты докопаешь таки уголек, чтобы сюда потом не ходить в десятый раз, в сто пятидесятый раз. Не знаю в какой. И его давай ты с собой все-таки заберешь. Вот. Блин, а здесь типа не ближе было, да? То есть вот здесь вот тебе больше нравится. Ох ты, ёооо. РПГшечку-то мы не перенесли, да? Нет, РПГшечку надо перенести. И заряды к ней надо перенести. Мало ли, может пригодиться какая-нибудь супер атака будет. И как бы очень может пригодиться. Так, второй кулер сейчас встанет у нас здесь. И температура, я надеюсь, выровняется как-то более-менее. Дальше. Производство. Нас интересует кузнечное дело из блоков сланца. Ставим его вот сюда. И гринька сейчас пойдет им заниматься. Работай. Что еще нам надо? Нам надо сделать производство компонентов. Так, подожди. Где она у нас? Стол компонентов. Вот он. Из алюмишки. Но алюмишки у нас нету, ребята. Блин, алюминиевой постройки. Еще бы какую-нибудь маленькую алюминиевую постройку. Маленькую-маленькую. Я согласен. Даже на совсем маленькую. Можно древнюю опасность разобрать чисто по приколу, да? Нет, видимо, видимо хрен, да? Тут есть известняк, есть бронза, есть вот такие ништяки разбившиеся. Да, и кстати, мне кто-то там говорил, что будут жуки появляться. Нет, я не разрушал ни одного улья, но, как видите, они все исчезли. То есть после того, как я убил жуков, ульи исчезли. То есть они, видимо, там, ааа, все, жуков нету. Нам тут делать нечего. И ушли. В неизвестном направлении. Так, ну из чего тогда мы будем делать-то? Из чего попало, видимо? У нас нет пока особо. Хотя, подождите. Мы же его будем потом переносить, поэтому имеет смысл его сразу сделать нормальным. Значит, давайте-ка мы сейчас добудем здесь оловяшки вот так вот. По чуть-чуть. И здесь мы поставим выплавку олова. Повторять до, как обычно, где-нибудь там, ну, 210. Чтобы были уже нормальные материалы. Потому что если сделать из стали, вы понимаете, она будет тупая, как не знаю что. Во, внутри 51 градус. Прям прохлада. Я бы даже, можно сказать, не вспотел там. Наверное. И если не будет никаких, я не знаю, там, миграций, еще какой-то фигни, то по ходу дела у нас проблемы. Существа только три человека. То есть мы можем, по идее, друг друга сожрать, как вариант. И таким образом выжить. Так, давайте сделаем, знаете что? Давайте сделаем кирку. Чиф, ты как там? Выспался, не выспался? Ну, практически. Практически выспался. Поэтому можешь употребить жареного мяска. Конечно, это расточительство. Может было бы подождать. Заправлять топливом. И сделать таки нам эту самую кирку. Металл у нас, слава богу, есть. Доски тоже есть. Значит, можно сделать. И в назначениях давайте посмотрим. Значит, у Гринявого ему надо добавить сюда кирочку. Кирка. Хладокаменное охлаждение готово. Значит, соответственно, мы что делаем? Температура. Хладокаменная батарея из столюги, наверное. Блин, компонентов нету. Нету компонентов. Грусть, печаль, беда и разорчарование. Разорчарование. Так, что тут? Обломок спасательной капсулы. Слушайте, ну вообще-то у нас там много всяких ништяков должно валяться по карте, которые можно разобрать. Я где-то тут видел еще большой корабль. Точнее, большой обломок корабля. Вот он. Надо его тоже разобрать. И там, я думаю, что будет все, что нам нужно. Вот она, кирочка. Кирочка, кирочка. А, так у нас есть компоненты. Ну и отлично. Так, что там дальше происходит? А, док разбирается со складами. Ну, в принципе, нормальная такая тема. Древняя опасность. Нет, древняя опасность-то мало колышет. Кстати, знаете что? А давайте-ка мы вот так вот уголочек с вами разберем. И посмотрим, что же там есть-то. В этой, мать ее, древней опасности. Ага. Хрен там плавал, да? А, подожди. А если мы вот этот вот уголочек разберем? Ну-ка. Может, она нам откроется? Откройся. Так, у нас есть, значит, здесь сталкер механоидов. Который, сука, ломает стену, что ли? По-моему, у нас проблемы. Мы его потревожили. Да, у нас проблемы, ребят. У нас проблемы и сложности. Мы его запаримся валить из того оружия, которое у нас есть. Гринявый, быстренько ввали-ка ты домой. Так, что там у нас? По дороге только. Знаешь, что по дороге... Нет, починить не получится, да? Хотя, подожди. Захватить. Теперь-то получится. Не в домашней зоне. Ну и ладно, тогда вали, короче, на базу. Сейчас у нас будет разборка с механоидами. Док, заправь эту фигню и приготовься воевать. Так, сейчас здесь должно прямо похолодать, мне кажется. Интересно, с двумя винтовками мы долго против него протянем? Ну что, пошли? Пошли разбираться, смотреть, что там как. Напомните мне, так больше никогда не делать, потому что я боюсь, что сейчас нам капсдец придет. Ладненько, давай попробуем его достать. Один выстрел, и мы трупаем. Так, у вас какое там... Что у вас заряжено? Уходим отсюда, вы. Ой, блин, мы могли не уходить. Так, ладно, давай, не прицельный выстрел. А у тебя что, оружия нету, что ли? Алло. А что у тебя там по вещам вообще? Нет, энергобойприпас у него там есть. Гнида. Ладно, будем уповать на его, сука, тупость. Чувачок, иди, иди, атакуй базу. Атакуй, я сказал, базу. Во, идет. Отлично. Обратно встаем. Потом выдаем ему. Он опять бежит в, значит, в свое логово. А мы сваливаем. Да, давай, целься, да, целься, родной. Мы пока перезарядимся как раз. Что там у тебя? Так мы его сейчас разделаем под котлетку. Или под фрикаделечку. Такая нежная металлическая фрикаделечка. Отличненько. Давай, выходим обратно. Скай, где ИИ? Где ИИ? ИИ нету. ИИ сегодня выйдет погулять, нет? Походу, дела нет. Давай, выходим и раздаем. Продолжаем, продолжаем раздавать. А еще у нас скоро патроны закончатся, как мне кажется. Ну, точнее, тут есть еще патрошки какие-то. Сороковой калибр, 5,56. Кстати, надо их куда-то спрятать, наверное. Так, гринявый ты пока внутри тут сидим. Сейчас. Я думаю, что еще один или два захода, и мы с ним разберемся. Разобрались. Превосходно. Значит, давайте наших ребяток распускаем. Давай, переноси вот это дело. На всякий случай патроны все мы переносим. И все свободны. Всем спасибо, все свободны. Так, подожди, а зачем ты сюда бежишь? А, разбирать деревяшку. Ну, вещь нужная. Вот эти штуки можно разобрать, и там будет много всяких приятных вещей. Амулет темного лорда, что за нахрен? При использовании вызывает событие тьма. Нормально, кстати. Кстати, хорошая штукенция. Если, допустим, идет большой рейд, можно бахнуть эту тьму, и привет. Ты у нас компоненты тащишь. Молодец. Короче, Гриня немножечко заобузил снова. Ну, блин, ребят, ну а что, я должен был поддаться ему, что ли? Я же не псих. Нафига оно нам надо? Если он хочет так умереть, почему мы ему не должны помочь, в принципе? Давай. Блин, слушай, подобрать и перенести древесину. Вот так ты ее точно всю заберешь. В карманах. Прикиньте, такой взял, в карманы спортивных штанов бревно положил и пошел на базу. Ну и на этом мы с вами будем прощаться. Если вам понравился видосик, то обязательно поддержите его пальчиком вверх. Вам не сложно, а каналу очень полезно. Ну и напомню, чтобы следующая серия вышла через день, это должна собрать минимум 500 лайков. Думаю, для вас это не проблема. Ну а с вами был Гриней. Всем хорошего настроения и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok